всем гладкого шара дорогие друзья с вами мегабольная лига чемпионов 10 тур и с вами мы сегодня переносимся сразу на на поле и будем с вами наблюдать за противостоянием клуба антибас колишен и стронг антибас колишен у нас занимает одно из ведущих и лидирующих положений в регулярном чемпионате борется там за 3 4 места а строк пока строк у нас пока является одним из аутсайдеров борется за место выживания там за занимает зону стыковых матчей и пытается из нее выйти из тура в тур так вот и перейдем теперь к составам за уй-ой-ой щас оплата чуть рампэйджа не продавил и начнем мы со стронга стронг теперь играть сейчас за синих играет владок 1317 мейс и рампэйдж рампэйдж в опоре за антибас сегодня играют ролик ствич просто вальдес и лопата это вот кстати вот уже из туров тур мы наблюдаем с вами дорогие друзья что это в принципе одна из основан основа один из таких основных вариаций команде антибас иногда выходит окси но окси мы последнее время по несколько туров мы не видим в основном составе чем это вызвано честно сказать мы не знаем сейчас лопата может почти продавил на рампэйджа рампэйдж грамм настал за штангой и что позволило ему выбить этот мяч который так и так норовил засунуть лопата так говорю окси что-то не играет скорее всего вызваны тем что лопата набрал форму и вот такое неожиданное приобретение антибас колишен дает и себе знать и заявлять довольно таки громко так скажем все таки никто очень какой-то бак был ну да ладно никто до этого в принципе в игроке под ником лопаты и не слышал больше все знали там окси марадон на еще в антибасе есть но что-то в последнее время у нас только один а лопата да и на слуху сейчас просто вальдес что делает и не отдает он на лопату хотя папа то так перспективно набегал и в принципе вальдес смог вырезать на него эту передачу оператор нашего сегодняшнего матча манны и да мы видим что сейчас два на ибрагимовичах составе стронга и один на буфоне то есть по карточкам все верный довольно таки такой легкий состав все-таки 2 ибрагимовича сейчас неплохой матч пока смотрится на самом деле и пока и конечно преимуществом владеет фаворит этого матча это команда антибас колишен но стронг мне кажется сможет еще заявить о себе как-то грызнуться и даже мы возможно и забить может даже и не один гол посмотрим но пока как-то игра видим что стронги отодвинули эту игру самую от собственных ворот тут пытаются они перетолкать лопату и просто вальдес и как-то ролик со уже напрягать но пока вроде справляются с этим и раки нападение антибаса эти вот активные действия подавляет сейчас ролик как-то непонятное действие возможно лак или просто по мячу не попал бывает на самом деле сейчас опасный гол владок забивает тут ошибки ошибки со стороны вот и ролик все началось того что ролик неграмотно поднял точнее он не смог поднять промахнулась по мячу тут уже просто вальдес засуетился и тилси ролик с тут тоже видимо как-то на нервах и не совсем верная сыграл сейчас хорошая комбинация хорошая комбинация просто вальдес не не разворачивает шар и бьет просто в угол где находился рампэйдж если бы развернулся бы чуть-чуть в альдесе кто возможно был бы и гол рампэйдж а мэйс а мэйс на владка забрасывает дальше на месяц и тут неплохо неплохо перспективно на самом деле сейчас у нас идет атака такая своеобразная стронга вот вдвоем они пытаются зажимать ролик со просто вальдес тут пытается подстраховать и лопата просто ждет лопата ждет пока ему выдадут мяч вот пришел разобралась с лотком но все равно мячик у стронга и концовочка так напряжная для антибас коалишн вроде бы ничего но последнюю минуту ну даже не минут там несколько там 50 секунд именно слиты и вот остается 11 секунд и наверное удержит это преимущество команда стронг это очень важный час лопата проходит в лотка но не продавливает рампэйджа все что мы видим в атаке от команды от команды антибас колишен это то что лопата пытается что-то в одиночку на самом деле придумать и пытается как-то продавить в остальном просто как-то сегодня очень-то интересно конечно вспоминаем мы вот эту передачу просто вальдес он кривую немножко но атака то не завершилась точку никто не поставил рампэйдж выбил вот и мы сразу начинаем второй тайм даже без перемотки на этот раз обошлись ролик свечи лопата просто вальдес и владок рампэйдж и мэйс все без замен все как и надо основным основными составами решили играть и та и другая команда замены не нужны сейчас владок чуть не запихивает собственные ворота этот мяч мы перехватывает лопату но лопата на буфоне оттолкал мейса как тряпичную куклу не дают не дают выйти на самом деле сейчас из своей зоны сейчас опасно рампэйдж заметил этот такой хитрый удар ролик со вроде не сильный но довольно таки неприятный и рампэйдж так и грамотно отбил и владок даже не помешал ему хотя владок как-то странно на самом деле стоял но да ладно лопата отталкивает в лотка мейс 1 тут просто вальдес убирает мейса и все на этом выпад стронга заканчивается ролик свечи от лопату мы видели перевел на него хорошо но ролик свечи как-то совсем уж криво пытался подключить просто вальдеса мэйс 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 в углу с лопаты лопата его проталкивает пасно просто вальдеса вальдес куда-то уехал скидка на роликса и тут неплохой такой хороший заброс такой на лопату но лопата не добрался до меча не выдержит как мне кажется стронг столько обороняться надо идти в атаку хоть и наверстывать как-то активные действия в нападении надо как-то проявлять активность на самом деле на одной обороне долго не уедешь лопата сейчас прошел мейса они видим поменялись на данный момент с ролик сам роля тут пытался напить да видим сейчас он акции видим чтобы целенаправленно он идет в нападение лопат немножко опорит хотя просто вальдес тоже умеет тут опорить неплохая комбинация просто вальдеса и лопаты рампет сейчас пас 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 он прочитал эту скрытую передачу от лопаты вот видим что снова оккупировали буквально периметр штрафной площади стронга игроки антибас но таким более менее зрелищным и таким добротным опасным моментом грех дело не доходит тут владок пытается тут выцарапал мяч и пытался что-то такое на пакостить роликсу как того сейчас мэйс один стоит и владок ему отдает но лопата уже добрался до мэйс пока мэйс думал как же ему подстроиться под мяч и вот мы сейчас перехват пас ролик со лопата стоит один мэйс тут немножко ошибается лопаты несуразно скидывает но тут вальдеса проходит роликс на вальдеса опасно нет не проходит мы сейчас может убежать но тут у лопаты ему не дает жить я просто водок перехватывает вот этот заброс на просто вальдеса от роликса и видим что в принципе в принципе умно действует игроки стронг в этом матче не совсем получается взаимодействие сейчас опасно могло быть его лопата тут продавил и рикошет мог быть любой стороны вот этот самый рикошет прочитал лопаты действия мэйса и вот такой вот обидный для стронга мяч они пропускают не за рикошета вот этого самого 11 сравнивать антибас колишен счет в этом матче и теперь совсем очень будет сложно и сейчас мы чуть не срезает собственный рампейдж запирает собственный игрок в ладок за штангой если бы лопаты или кто-нибудь еще из антибаса не дошел бы до мяча первого возможно был бы даже и гол потому что рампейдж как-то оказался вне игры на доли секундочку просто нет скидка на лопату лопата бил но попал в штангу хотя если бил бы в углу мне кажется бы кто-нибудь да зацепил из игроков стронг просто вальдес тут лопата оттеснять в ладка роликс подключается уже вторую таким второй такой боевой мощью поддерживает этот настрой атакующий своих нападающих в лопата необдуманно куда-то пробил в сторону водка хотя мог просто покинуть по борту хоть мяч бы сохранил тут неплохо неплохо но рампейдж держится и гу о нет нет нету просто вальдес сейчас изумительно обыграл рампейджа но просто не попал в ворота рампейдж как такой замороженный наблюдал что же будет делать просто вальдес и явная ошибка и рампейджа и ошибка как раз таки игроков нападение от стронг что они вот так вот открыли вот огромное пространство перед вальдесом дали ему время еще подумать что же сделать с мечом тут вальдес там как эстет там небось уже чаек успел попить пока обдумал что же он будет делать и счет по-прежнему напоминаю один-один и игра в принципе смотрится у нас дорогие друзья вот и начался третий тайм команды решили играть также без замен рампейдж владок мэйс тут немножко мане подлагивает это мы видим дорогие друзья ничего страшного рампейдж владок тут пытаясь на лопаты их просто сминает сегодня лопата тут как бульдозер утюжит владка мэйс ему без разницы главное просто потолкаться бывают такие вот моменты в хоккей там там гаи что там ему главное лишь бы подраться или потолкаться с кому с такими там игроками ключевыми соперник вот и лопату на сегодня у нас у него по ходу главная задача на игру потолкаться и продавить ближний угол лопата как-то не сразу не очень нравится как действует и лопата как там прямолинейно на самом деле действует и в основном его задача заключается продавить и просто затолкать куда-то кого-то но вот просто вальдес хоть тоже на буфоне но у него другие функции он более такой созидательный игрок хотя мы не часто увидим сегодня с мечом но пользу в нападениями какая мне кажется что она больше он принес своей команде чем лопаты своими такими незамысловатыми прямолинейными действиями роликс на просто вальдеса дают дают пространство игроки стронга роликсу чтобы тот тоже обдумал так вальяжненько что же ему делать с мечом как развитие атаку мы тут неплохо пытался перехватить но но не вышел мне так кажется что стронги настроены даже больше на ничью чем на победу просто не уже вот как забили первый мяч в ладок спасает свои ворота было неплохо придумано игроками антибас роликс ровно вальдеса и гол гол 2-1 как щит использовал сейчас роликс просто вальдеса пенал вальдеса и вальдес тут просто шел от меча в сторону ворот и сейчас лопаты пытался продавить нет рампэйдж рампэйдж не дал тебя продавить и вот роликс тут с просто вальдесом отмечу все неплохо придумали с оригинально сделал 21 тем временем и у нас выходит вперед антибас колишин и увидим что же нам преподнесет все таки проигрывающий стронг стронгу нужны очки стронгу нужно покидать зону вылета стронгу нужно что-то думать что-то менять в игре конечно о сейчас лопата не добирается с пушки он застрял за нажал кнопку пушки бежал к этому мечу хотя мог спокойно включить нитры быстрее добраться до мяча ну как-то в целом видим видим что есть такие вот по марке лопаты плане понимания как нужно действовать но это в принципе есть у практически любого такого игрока уровня лопаты которого довольно недавно пришел в игру сейчас неплохо неплохо лопаты действует просто вальдесом тут рампэйдж уже парирует данный выпад лопата в rolex бак какой-то произошел в ладок тут пытается как-то зацепиться за мяч но видим мейс тут как-то вообще пассивно бежит параллельным курсом но не поддерживает совсем атаку вот и все мячик от потерян вот мы столько-только при уже в выходе из атаки пытался там что-то придумать свечом и рампэйдж дарит его просто вальдесу 31 у нас уже счет в этом матче и думаю уже можно подводить итог хоть и остается играть минуту но все-таки все уже в голове в принципе поняли что антибас уже не отпустит свои три очка заработанные довольно-таки потным образом долго держались команда стронг все-таки научились они чему-то и сейчас еще один гол уж совсем откровенно бросили защищаться полевые игроки стронгом мэйс и владок ну есть такие небольшие сподвижки в игре стронга заметил я дорогие друзья если вам будет стронг бы сейчас играл там своими соседями по турнирной таблице типа там butterfly std стекло еще один год открытый по абсолютно открытый ролик стоит один с мячом никто его не встречает собственно бей куда хочешь и соответственно будет гол тут рампэйджу практически нет претензий и счет у нас уже какой 51 вроде да а и 6 до 6 мяч просто вальдес забивает за команду антибас уже совсем посыпались стронги жалко мне сегодня этих ребят на 61 конечно они не играли обидно немножко даже мне за эту команду неплохо смотрелись продолжим если бы они играли с командами вот сейчас соседями по турниру на таблице то мне кажется стронгим даже выглядели лучше своих так скажем соседи по несчастью друзей по несчастью будем смотреть остается несколько буквально там 5 туров до конца чемпионата и будем смотреть следить за прогрессом команды стронг а антибас сегодня практически ничего интересного выдающегося нам не показал просто победа за счет того что у антибаса лучше построена игра и повыше скилл игроков индивидуальность кинул лопата конечно на уровне стронга играет но ролик зарешал и просто вальдес такими своими действиями привел команду вместе с ролик сам победе сейчас спасибо дорогие друзья что посмотрели вместе со мной эту встречу всем все